Экологические проблемы, с которыми сталкиваются российские регионы, очень разные. Где-то там замусоривание территории неорганизованными туристами, где-то загрязнение атмосферного воздуха из-за использования неэкологичного топлива. Согласно рейтингу, который составляет Ельский университет, Россия в вопросах экологической политики занимает 112 из 180 мест. Почему так происходит? Одна из причин – Россия имеет территорию с абсолютно разными климатическими, географическими характеристиками, разной хозяйственной деятельностью, менталитетом. Экологические проблемы регионов различаются. Согласно опросу фонда «Общественное мнение», 37% россиян испытывают экологическую тревожность, а 44% замечают ее вокруг. Какие экологические вопросы волнуют жителей нашего края, об этом и не только поговорим с нашим гостем. В студии Виктор Лопатин, председатель постоянного комитета законодательной думы Хабаровского края по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры. Доброе утро. Виктор Сергеевич, здравствуйте. Доброе утро. Ну, собственно, первый вопрос уже прозвучал. Какие проблемы, с какими проблемами обращаются жители региона? Ну, жители региона наши очень активные, неравнодушные. И спектр обращений, проблем очень большой. Начиная от состояния атмосферного воздуха, заканчивая выбросами крупных наших промышленных предприятий, которые, значит, неизбежны ввиду технологического процесса. Как пример, я хотел бы сразу привести такой случай. Ну, даже так, законодательная власть, она не только законодательством занимается, но еще и представительские функции. Поэтому на обращения мы реагируем, очень плотно занимаемся. И вот пример, в 2020 году было обращение жителей Чехдамына и Нового Ургала, что Ургал-уголь, значит, по их мнению, значит, очень сильно загрязняет реку, ну, реки Новый Ургал, там, Чехдамынку, по-моему. Ну, пошли по порядку, обратились в органы исполнительной власти, федеральные, краевые, провели ряд совещаний, в том числе на площадке Думы. И вот недавно мы были, значит, Ургал, естественно, непосредственно с предприятием общались, работали. Хочу вот, как бы, сказать такую приятную эту новость, что мы были недавно в Верхнебуринском районе, там были дни Законодательной Думы. И мы посещали это предприятие, и руководитель предприятия сказал, ну, не сказал, мы поехали, посмотрели, что действительно строится, и в 2023 году будут введены новые очистные на стоимостью полтора миллиарда рублей. Но надо отметить следующее, что я уже сказал, что ввиду технологий, очень много воды надо выбрасывать, вода, как считают жители, очень загрязненная. Но на самом деле и сегодня уже есть, еще есть старые, работают отстойники, большие такие площади, я не знаю, есть фотографии, можно ли это показать? Вот у нас сейчас в эфире фотографии. Ну, это вот, я так понимаю, это уже каркас новых очистных, а есть, значит, там фотографии, вот это вот новые тоже будут отстойники, куда там будет фильтроваться эта вода. Значит, поэтому вот такой пример, непосредственно обращение жителей, работа законодательной думы. Но вообще жители края, вы сказали, что они у нас переживают, они волнуются, активные. А какие еще вопросы приходят вам от жителей края? Что еще волнует? В комитете много вопросов, 19 вопросов введения, и вот хотел бы еще такой вопрос интересный рассказать, который, несомненно, думаю, заинтересует многих жителей края. Это вот обращение было садоводов наших, значит, активных жителей края по поводу того, что было несколько вопросов, что у нас нету площадки такой опытной, нет у нас, не могут они так эффективно передавать опыт, потому что у нас зона такого рискованного земледелия, и поэтому тот накопленный опыт нашими селекционерами, нашими лучшими садоводами, значит, он бесценен. Поэтому и самое главное попросили, можно ли нам возобновить в том формате, как был раньше празднование Дня садовода. Он у нас проходит в ноябре, значит, согласно закону Хабаровского края, в третьей субботы ноября, по-моему. Ну, мы провели работу, я лично общался с губернатором Михаилом Владимировичем Дегтяревым, вот, и получается в ноябре нас ждет возвращение, да, камбэк, короче, в части садоводов. Вот, мы, правительство будет проведено большое, значит, мероприятие, много номинаций, имеется в виду, будет награждать лучших в своем деле. Вот, то есть это вот как раз тоже, и будет, более того, может, приоткрою завесу, будет сейчас в Министерстве сельского хозяйства края разрабатывается вот центр, не знаю, как его правильно назвать, компетенции, да, или что, который будет, уникальное будет учреждение, там, организация, которая в том числе будет привлекать именно те скилл, те скилл, которые садоводы имеют и могут передать. Питер Сергеевич, ну, наверное, один из главных вопросов, который волнует всех жителей не только Хабаровска, но и вообще нашего края, это река Амур. Недавно просто видел я новость, что 95% воды, которая сливается к нам в Амур, она очищается. Вот, что сейчас, наверное, как что с нашей рекой, каковое состояние, что с экологией? Ну, насколько я знаю, если быть так сильно, не вдаваться, действительно, есть у нас проект «Экология», есть там подпроекты реки России. Амур, насколько я знаю, идет работа, но она не такая быстрая. В том году было анонсировано на форуме Амур, что будет, может быть, даже целый нацпроект, но, скорее всего, будет, мы будем включены в подпроекты то ли реки, то ли озера России. И это будут именно выделяться деньги на строительство очистных, потому что... Ищут бонзиных. Потому что, да. Ну, тут надо быть очень осторожным еще, надо быть... Почему нельзя нацпроект отдельный выделить? Я думаю, потому что река Трансграничная, это не Волга, да, и не Байкал, которые находятся внутри страны. У нас соседи рядом, которые тоже загрязняют, тоже занимаются очищением, поэтому тут надо быть очень... В принципе, лузианка. Надо подходить очень комплексно, нельзя просто взять и этот проект Амур объявить и деньги туда вбухать. Ну, как бы так. А вообще, как показывает практика из года в год, обращений от жителей региона по поводу экологии больше становится? Или меньше? Да, я думаю, мне кажется, все зависит от ситуации. То есть от времени года, от каких-то моментов, от событий всевозможных. Я думаю, что одинаково. То есть, ну, мне кажется, что все-таки меньше, что вопрос вот Паванина, я сейчас вот сейчас скажу, да, и сейчас опять начнется обращение, что, поверьте, предприятия ведут работу, там работают люди, которые живут на этой земле, поэтому... Это я сейчас обращаюсь к нашим жителям, которые... У вас и предприятия. Да, да, поэтому ведется... Вот смотрите, у нас запотрачено с 2012 по 2021 год 37 миллиардов края на экологию. 37 с половиной миллиардов. 37 миллиардов потрачено предприятиями в небюджетные источники. Это правильно. Кто-то загрязняет, должен... Должен с собой убирать. Функции государства, значит, пресекать, мониторить, там, проводить экспертизы. На это тоже выделяются деньги, вот эти вот, будем так говорить, остаток, да, вот 400 миллионов, если так распределить, то проводятся всевозможные, значит, экспертизы, экологические паспорта постоянно обновляются. Работают лаборатории, которые улавливают, поэтому тут постоянная работа, прокуратура следит за предприятиями. Нет, нельзя сказать, что, значит, ну, как сказать, что нет вот этой работы, она просто не ее не видна. Ну, вот, поэтому я и пришел сегодня рассказать, приоткрыть, как бы, потому что жители Верхнебуринского района, я думаю, очень будет приятно, полтора миллиарда в следующем году, и вообще у них почти три миллиарда, еще полтора миллиарда на дополнительные очистные сооружения. И вам от всех, жителей края, большое спасибо за вашу работу, за те соглашения, которые были подписаны, договоренности. Будем надеяться, что и впредь работа будет продолжаться в нужном направлении. Спасибо. На студии Виктор Лопазин, председатель постоянного комитета законодательной думы Хабаровского края по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры.